Центр всегда пользовался популярностью у родителей, а теперь со слов администратора звонков прибавилось. Время непростое. Сейчас очень сложно отключиться и быть не политикой, не знать этих новостей. Сейчас они повсюду и в интернете, по телевизору. Все эти переживания, нервы, они сказываются на мне, на моем психическом здоровье. И дети маленькие очень сильно это впитывают. Ну, возможно, и большие. А как ребятишки себя ведут? Если повышается у вас тревожность, они как реагируют? Они начинают капризничать, им нужно больше внимания моего. Больше внимания и больше общения семейного. С тех пор, как в жизнь пришел ковид, многим стало сложнее чувствовать себя спокойно, отмечает специалист центра. Последние пару недель только добавили тревожности. Что такое стрессовая ситуация для человека? Огромная куча негативных мыслей, которые не выстроены в какую-то логическую цепочку. И из-за этого человек впадает в эмоциональное состояние стресса или ступора. В этой ситуации прежде всего надо найти свои ресурсы, они есть всегда. Подумать, чем отличается ситуация от того, что было месяц назад, две-три недели назад. Вернуться в то состояние и продолжать жить не ради себя, а хотя бы ради своих близких. Мы с Ольгой Геннадьевной разговаривали о том, как пройдет сегодняшний вечер. Я думаю про будущее, как дальше жить с этим ростом цен. Я сейчас в декрете, то есть цены повышаются, соответственно, детям хочется дать хорошее образование. А про сегодняшний день я как-то не задумывалась. И когда меня возвращают, что сегодняшний вечер, на сегодняшний момент же пока все хорошо. Психологи советуют думать о позитивном, заняться теми вещами, которые вызывают положительные эмоции, причем вместе с детьми. Кстати, бесплатную психологическую помощь в центре может получить любой родитель с детьми до 18 лет. После звонка ждать придется не более трех дней. Помогают не только в Барнауле. Специалисты есть и в районах края порядка 80 человек. Телефоны указаны на сайте учебно-консультационного центра Мир детства.